МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Правовая среда". На канале Беларусь4. Чрезвычайная ситуация. Я, Виталий Долгий. Продолжаем эфир телерадио компании Гомель. Этот выпуск мы посвящаем жертвам дорожно-транспортных происшествий. Назвали его последний форсаж. Ежегодно во всем мире на дорогах гибнет полтора миллиона человек. Это население сразу трех таких городов, как Гомель. Для молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет ДТП – это первая по значимости причина смертности. Не война, не эпидемия или стихийное бедствие. И погибают в дорожных происшествиях как виновники аварии, так и случайные люди. Ситуаций бесчисленное множество. А вот типичных причин трагедий не так уж и много. Среди главных до недавнего времени было пьянство за рулем. Нетрезвых водителей зачастую приходится буквально отлавливать. Чтобы хмельной форсаж не стал последним для кого-либо из вольных или невольных участников погони, инспекторы ДПС открывают огонь по колесам. Так было этим летом, когда водитель москвича отказался подчиниться требованиям госавтоинспекции и устроил гонки по Новобелецкому району. Все попытки остановить беглеца оставались безуспешными. Уже за городской чертой на автодороге в сторону поселка Романовичи было решено стрелять по машине. Вскоре нарушитель был остановлен. В процессе служебной подготовки сотрудниками проводятся занятия по стрельбе, практической стрельбе из оружия, в том числе и в движении. Раз. Во-вторых, стрельба используется как крайняя мера. И производятся выстрелы по транспортному средству, как правило, по заднему колесу, то есть дальше от водителя. В пределах города Гомеля на людных улицах это не производится. Это производится, как правило, либо же на безлюдных улицах, либо за пределами города Гомеля. Другого алкодрайвера сотрудники ГАИ вычислили еще на проспекте космонавтов в Сельмашевском микрорайоне Гомеля. А вот остановить его удалось только в районе Гомельского химического завода на объездной дороге. Из его же пьяных объяснений стало понятно, почему он пытался уйти от встречи с ГАИ. Буквально за два месяца до происшествия этот 18-летний гомельчанин был остановлен за пьяную езду и лишен права управления на три года. Теперь его ждет не просто штраф и конфискация транспортного средства, но и уголовная статья. Зачастую преследование, конечно, происходит без использования оружия. Это заканчивается либо же тем, что водитель останавливается, либо же еще часто бывает, что водитель, потому что находится в нетрезвом виде, неадекватном состоянии, совершает ДТП с путем повреждения своего транспортного средства. И в дальнейшем его производится задержание. Был всплеск, когда у нас за повторность нахождения управления транспортным средством в нетрезвом состоянии ввели конфискацию автомобиля, был всплеск. Но потом, опять-таки, последовало общее снижение управления в нетрезвом виде. По счастливой случайности в обоих вышеописанных случаях погони и задержания обошлось без человеческих жертв. Между тем, статистика неумолима. Нетрезвое состояние участников движения – одна из главных причин ДТП. И опять-таки, мы не беремся утверждать, что все виновники трагедии на момент ДТП были под градусом. Гибли и ни в чем не повинные люди – пассажиры, пешеходы. И только одним себя можно утешить в этой уже необратимой ситуации. С годами статистика пьяных ДТП идет на убыль. Благодаря в целом введению антиалкогольных норм на законодательном уровне, количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей снизилось более чем на 60%. Согласитесь, это довольно значительное количество. В целом, если брать 2015 год, то в настоящий момент возбуждено более 200 уголовных дел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного поединения, повторное в течение года. Мы уточнили в областном наркологическом диспансере, а как за последние десятилетия поменялся облик среднестатистического нетрезвого водителя, которого суда доставляют на освидетельствование. Хоть что-нибудь поменялось в людях со времен развала СССР до сегодняшней всеобщей автомобилизации населения. Оказывается, принципиально ничего не изменилось. То есть человек вначале бежит от проблем с помощью алкоголя, потом бежит от сотрудников ГАИ. И только множит эти самые проблемы иногда с необратимыми для себя последствиями. У медиков существует такой термин «клиническая картина». Это попросту говоря об этом языке, но облик человека, да, симптомы определенные, как он выглядит, что говорит, что собой являет. Так вот эта клиническая картина, она практически не изменилась. Наркотическое воздействие, лишение возможности в полной мере критически оценивать свое поведение. Понимаете, что остается абсолютно неизменным, это вот эта вожделенность, направленная на алкоголь, на стремление его употреблять и через него решать свои проблемы. Помните «Крылатая Гоголевская» про две беды – дураков и дороги? Так вот, если с пьяными дураками за рулем ситуация находится на стадии активнейшей борьбы, то вопрос с дорогами, очевидно, на протяжении многих лет остается со множеством вопросительных знаков. За последние 10-15 лет количество автотранспорта в собственности у гомельчан удвоилось. Чего не скажешь про автодороги города. Да, значительно преобразились за эти годы и Советская улица, и Барыкино, и Речицкий проспект. Но в часы пик город, как говорят водители, стоит. Ведь именно состояние и развитость дорожной сети – один из важнейших элементов нашей с вами безопасности. Мы узнали, как будут оживлять транспортные потоки в Гомеле. Да, строительстве многоуровневых развязок и эстакад пока речи не идет. Во-первых, скоростные магистрали будут явно выпадать из общегородского скоростного режима. А во-вторых, не до жиру. Зато медленно, но верно расширяются старинные центральные улицы. И вот уже окончены работы на Кирово. Многим диванным интернет-комментаторам реконструкция этой улицы послужила очередным инфоповодом по зубоскалить в сети. Мол, время движения через Кирово не увеличилось, кольца усложнили жизнь крупногабаритному транспорту, а пешеходы и вовсе оказались в каком-то гетто. Но цыплят, как известно, по осени считают. Так вот, количество ДТП на Кирово после реконструкции резко пошло на спад. В целом, данная реконструкция, она сказалась положительным образом. И госавтоинспекция в настоящее время контролирует определенные участки, к которым обращено особое внимание. Это вблизи учреждений образования. Но в целом снизилось количество ДТП на улице Кирово на всем ее протяжении. После Кирово участок на Комсомольской, традиционно являвшийся «парковкой» в кавычках, стал новой проблемой для тех, кому надо именно ехать, а не стоять. Здесь пока только вопросы, а скорее нужен знак. Остановка запрещена. Чтобы хоть как-то разрулить ситуацию в отдельных участках города, все-таки строят новые дороги. Буквально через неделю появится долгожданное прямое сообщение из новой Волотовы в микрорайон Старый Аэродром. Заканчиваются работы по строительству транспортной связи с улицы Головацкого микрорайона Мельников-Лук на улицу Юбилейную в районе Манежа-Динамо. Значит, планируется сдача этой дороги 26 ноября текущего года. Кроме этого, были внесены предложения по реконструкции площади Ленина с организацией по три полосы в каждом направлении, строительством либо подземных, либо надземных пешеходных переходов, чтобы были исключены конфликты между транспортом и пешеходами. Кстати, о пешеходах. С начала этого года под колесами авто в 150 ДТП погибли 30 человек. 134 получили ранения различной степени тяжести. И речь здесь идет не только о происшествиях на различных пешеходных переходах, где явным виновником является водитель. Зачастую пешеходы сами создают аварийную ситуацию то ли по незнанию, то ли по беспечности. Но вот итог такой расхлябанности часто бывает летальным. А вероятность расстаться с жизнью многократно возрастает с уменьшением светового дня. В осенне-зимний период возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Большинство из них случается именно в темное время суток. Поэтому здесь главной профилактикой дорожно-транспортных происшествий является использование световозвращающих элементов пешеходами. К сожалению, нередки случаи, когда пешеход в состоянии алкогольного опьянения находится на проезжей части без отражающего элемента. В среднем за сутки сотрудники ГАИ выявляют до 20 таких пешеходов. Итоговые цифры сегодня показывают снижение ДТП с пешеходами, уменьшение происшествий на пешеходных переходах, общее снижение смертности по этой категории. Но нельзя думать, что установкой одних лишь светофоров и усилением патрулей ДПС можно спасти ситуацию. Такая задача решается только комплексно. И дороги, и светофоры, и фоторадары, культура участников движения, их трезвость, наконец. С каждым годом становится меньше дорожных происшествий, но самое главное, уменьшается количество погибших людей на дороге. Помните, лет 10 назад в стране действовала программа под названием «Минус 100». Буквально ставилась задача на 100 смертей сократить статистику гибели в ДТП. С тех пор планомерно усиливалась ответственность за пьяную езду, увеличили штрафы за отсутствие техосмотра, за превышение скорости, вели обязательные детские кресла в машинах. В нашей стране самыми первыми в СНГ начали применять уголовную ответственность за повторное управление в нетрезвом состоянии. Много чего сделано и есть результат. О нем нам рассказал главный госавтоинспектор Гомельской области. Пути решения проблем дорожной безопасности еще 10 лет назад, в 2005 году, были обозначены президентом нашей страны и изложены в соответствующем указе. Была также принята концепция обеспечения безопасности дорожного движения. Ее основная цель – снижение общих потерь в дорожном движении не менее чем на 25% в 2015 году по сравнению с 2005 годом. В том числе сокращение не менее чем на 500 человек, погибших в дорожных происшествиях. 500 человек, а это жильцы целого многоэтажного дома, были спасены благодаря предпринятым усилиям. То есть представим, что вполне реальные люди, целые семьи с адресом и пропиской в нашем городе остались живы. Этот результат в текущем году мы не просто удерживаем, но и улучшаем. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в 2015 году было отмечено общее снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 53 или 10,8% и количество раненых людей на 31 или 8%. И самое главное – количество погибших людей в происшествиях на территории нашей области уменьшилось на 12 человек или 13%. В ГАИ уже отмечают улучшение ситуации с начинающими водителями. В сравнении с прошлым годом водители-одногодки в два раза меньше становились участниками ДТП. Пропорционально уменьшилось число погибших и травмированных. Сегодня больше вопросов к водителям со стажем. И все чаще эти вопросы поднимаются именно в рамках судебных заседаний. А закон, как всегда, суров. В первом флагоди судами области применена специальная конфискация транспортных средств по 150 уголовным делам в отношении 151 транспортного средства. Из них конфисковано 125 легковых автомобилей, 11 мотоциклов, 8 мопедов, 2 трактора, 1 грузовой автомобиль и в том числе 4 иных транспортных средства, в том числе сельскохозяйственная техника. Процедура специальной конфискации была проведена в полном соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Каких-либо нарушений применения данной специальной конфискации выявлено не было. В сознании рядового обывателя убийство человека в ДТП, собственно, с убийством, как таковым, не ассоциируется. Нет ни ножа, ни пистолета или другого страшного орудия преступления. И вроде бы даже по случайности все вышло. Ну, не сориентировался в дорожной ситуации, хватил лишнего за столом. И вся эта толерантность продолжается до тех пор, пока под колесами не оказался близкий человек. Чья-то мать, сестра, ребенок. А ведь можно было и не допустить преступления, сообщить в милицию о пьяном за рулем. Мы призываем, давайте сделаем все, чтобы наша ситуация оставалась нормальной. И никогда чрезвычайной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА